на связи с сергей маузере сегодня я покажу свечу который сделал в честь канала но ради сам дмитрий смотри из чистого воска она зимой но прямо дома зажигать его хорошо летом сразу по пахнет пасекой вот так она горит эксклюзивная свеча сергей решил первым 100 написавшим ему в личку вконтакте подарить такую свечку бесплатно ребята бесплатно но остальные то не успеет могут ее купить все ребят ссылки на сергея в описании видео пишите в контакте а мы смотрим нашу тренировочку ребята всем привет сегодня короче нас первая тренировка подготовка подготовки к бою сами знаете с кем здорово ответ доброе утро короче едем на водопьяного 2 там какой-то клуб называется фитнес-клуб аполлон но в честь нас называли вчера просто ну я написал вконтакте что ищем еще тренера для для боев без боев без правил и мы мы я просто в этих терминах не сам не соображает 20 не умеет желательно с бородой да ну и короче откликнулся парень зовут оки геворг сейчас называю парень там точно если он заключил с ним договор буду называть его учитель научитель или тренер teacher или солнце так а мы туда едем там какая-то секция так что вообще я сам не знаю мне вчера написал типа что скинул в этот логотип какого-то там микс файта вот хороший клуб я пишу от и тренером да я бы зашел к нему он смотрел тренер да в общем и он говорит что я говорю а ты возьмешься за меня у меня типа не групповые только индивидуальные занятия я говорю ну давай говорю давай сработаемся индивидуально я говорю тебе саму то интересно вообще из меня бойца взгляд когда интересно давай работать а сейчас куда мы что едем он писал водопьяного 2 фитнес клуба полонга зайти сказать что у вас назначено его как мне кажется на первую это как у первый месяц будем быть полы в туалете там это знаешь стоя на входе там полотенце принимать это прежде чем что-то серьезное получить на рис варить рис варить до этого будет по 5 пяткам пить на вот сейчас вот в этом то интересно что мы сами сейчас едем мы сами ребят не знаем вообще куда мы во что мы ввязываем получается мы вместе со зрителями едем мы ввязываем все непонятного что что такое ветерина то короче ребята подъехали вот этот баллон здесь еще магазин мирмани короче на такси придется сюда ездить каждое утро сейчас если кто-то смотрит на руководство такси или не знаю или автосалоны кинь то нам кто нам готов автомобиль предоставлять чтобы сюда ездили тоже будете получается как бы спонсорами этого боя ну и вообще сейчас не знаю как там мой оппонент но я начинаю искать спонсоров на этот бой потому что бой будет на самом деле громкий бой будет москве 13 декабря уже договорились будет точно 13 декабря это это воскресенье 2015 года с местом еще пока не определились там руслан датонашвили этим всем занимается кстати руслан датонашвили согласился быть моим промоутером боя и моим промоутером и промоутером боя и он будет вести все переговоры с моим этим соперником потому что я соперником вообще общаться не хочу и будем мы с ним только ну короче встречу с ним только в ринге уже 13 декабря никаких контактов больше с ним иметь не буду потому что с таким человеком контактов не имеют я тебе хочу сказать что что-то мое видео вчерашнее пересказываешь а ну города что все что мы думаем что что я думаю своих соперники все на канале у михалыча просто михалыча не думает ладно поймите спортзал тренер беру что с бородой да такой геворг кавказец чувствую меня а зверином напичкает будут зверюгой стану но все как положено в подвале вот заставку девушку возьму не живую пусть и не живую ну и не мертвую фитнес-центр здрасте мы геворгу нас назначено вот геворг привет ребята знакомьтесь больше платим заход сколько 90 рублей давайте по бартеру что-то дороговато но нам два надо нам стали одеть бахилы как думаешь это это грязный перевод это грязно я не знаю пока не заслужили нужно грязно одевать подожди ты наверно чистый заходим раздевалку на сбиву развивал куплю а она же включили нам дали хочу оставил в куртке а нет мой вот ему и здесь я 39 вот моя 4 4 2 душ классный ничего ваш ребята вот наш зал смотрите привет дмитрий тоже тренируешься внутри михалочка в руки скажи да кому-то руки подготовиться к боится с иваном драга иван драга там хороший фитнес-центр там весь на этих на проводах а мы тюрьм и дикер мы там делаем и покрышки были бить это типа покрышка я буду бить по этой по колоникам так по по бетону убит он вообще зал такой боевой зал боевой идем мы готовы не так я думал пошли обговорим ничего это понять все все точки соприкосновения как говорит мой оппонент то есть ты знаешь да вообще суть вообще к чему мы готовимся понимаешь ну ты вот вчера мне написал скинул этот да это как а как-то вообще ты мне сам написал доски но если я сам не понимаю сейчас вместе со зрителями хотим это понятно мне просто ссылку вашу скинули вот и сказали георгус такой человек который хочет заниматься ммэй чтобы вы не ходили по разным клубам не шатались но вы же у нас есть смотри есть оппонент который живет в москве который не следит за своим языком который сам вызвать что я не хотела вызывать никого он сам вызвал на бой ну как бы он вызвал михалочка но потом сам другом видео сказал что мы это одно целое с михалочем у нас не разделяет поэтому я согласился я согласился выступить на бой потому что я хочу наказать за его за поганый язык как бы вот и все бой состоится 13 декабря в москве сейчас туда тоже мы обговорили это будет воскресенье сейчас там люди в москве занимаются есть такой руслан татунашвили промоутер мой и там более самого в москве он сейчас будет искать там зал там всю эту рекламную кампанию сюда и тебе больше чем связан что тот вызвал как ну как получается как наш шоу но убой будет по-настоящему да он тот который мой оппонент он думал что будет бокс он причем думал что будет там в шлемах наешь но бокс обыкновенный как эти как шерлок холмс и доктор ватсон подрались все но я ему сказал что я боксе боксировать не буду я говорю что мы мы по правилам мм и они же могут по правилам мы же проводиться как восьмиугольники так и шестиугольники так и в ринге то есть там чтобы нашли вот зал такой я не знаю там версия разного паре по рейтингу по времени два на два по пять он сказал три по три по тридцать он своем видео и три три по три минуты до 3 по три минут он сам видео это сказался в стриме ну он да ему 40 лет он на 5 лет меня старше он ну как бы что если я такой весь рыхлый дата он ну он такой нарцисс он весен статуировках виза собой следит постоянно педикюр маникюр волосы такие вот как у девушки коры ну и весь там ну весь короче такой за свой сидит весь ну как подкачаны ну он получать на он вешает на килограмм 90 думаю не больше ну да но такого же роста он роста как михалыч я выше его получается а бой будет в весе какая разница как мы здесь мы здесь он вызвал на бой то есть он здесь одну ему ему без разницы по вес да пусть он в курсе что у нас 133 килограмма что у него что у меня вес ему было без разницы когда он вызывал на бой то есть понятно что я там добивать добивать никто не будет он ну я как бы не хочу его убить да я хочу просто его проучить соответственно будет себя и естественно больше добивать пока судья не остановит он не закончится но придется добивать ну ладно добью чего не проблема нет то есть ты посотрудничаешь то есть ты получается я тебе говорю что у тебя же это платное все до занятия то есть но сейчас мы с тобой работаем просто ты как же уберешь из-за нас там видео наших участвуешь мы твой клуб рекламируем то есть кто хочет опять же записаться да у тебя же есть страница в контакте они могут тебе писать да а к нам кто-то может присоединиться в нашу группу позади заниматься или нет слушай мы с михалычем разговаривали в таиланд на сборы не поедем не от нас а от спонсоров и найдем спонсоров там же это специально когда я видел просто видео там есть специально подготовленные площадки такие просто с навесами и без стен да таиланде у них лагерей очень много я просто ну самые лучшие тренировки это они более фанатичные это для них образ жизни у нас здесь громадное количество и не знаю супермаркетов понятно но сейчас я думаю что сейчас первая тренировка ты как мне писал задача тебе понять нашу подготовлена за что хочу тренировка будет первая я не буду вас учить там руки-ноги смысла нету я хочу проверить вашу функциональную подготовку мы с вами сначала побега на беговой дорожке походим чуть-чуть потом перейдем на быстрый шаг и соответственно разное упражнение сжимания упрыгивания и тогда и тому подобное все тренер руководить вот я ходил и бегал ну что ладно ходим сейчас на минут 15 ходим минут 15 дальше уже разогреваемся это вот время вот здесь да до 15 минут идем мы все ходим хорошо у меня такой вопрос почему он идет по ровной дороге а я в гору потому что у тебя 4 километра а у меня 7 нет просто эта горожка предназначена для вот будем в гору я думаю что так тяжело то а тренировки они будут проходить понедельник-средо-пятница или в вторник-четверг-суббота а это мы с вами будем договариваться или каждый день или каждый день пока не надо первую неделю три раза первую неделю три раза через день то есть в вторник-четверг-суббота получается да вот если у нас сегодня вторник через день ну и можно повторить воскресенье мы сделаем более такую легкую тренировочку подготовить всегда к понедельнику нет, к вторник потому что нам как бы разрыв будет там два-три дня мы вот понедельник вчера в бассейн ходили нормально было по понедельнику в бассейн ходить? да, это восстановитель очень хороший а алкоголь полностью исключить? полность алкоголь желательно исключить там всю жирную пищу, острую а ты потом нам по идее еще раз пишешь? я все вам расскажу и покажу что там делается ребята, 15 минут пройдено но я весь мокрый как сучка на этой площадочке сейчас разомнемся разомнем ваши ножки и колени чтобы не повредить это самая тяжелая часть тренировки разминочка а все остальное это уже легко организм сам должен работать за себя так, смотри что дальше делаем сейчас ножки ставим вот шире плеч в три раза вот я покажу а вы начинаете делайте такие наклончики в левой посередине литки в правой и в конце вот так прогибаетесь назад и в конце вот так с собой начну мы . а т.р. Георг, знаешь, в чём есть прикол, что у нас канал, это канал Бухла и Позитива, что у нас все на канал подписаны, ну, все, кто бухает, там, шашлыки жарят, ради алкашки на канал подписывались, а мы сейчас пить бросили, и уж вы их дожили. Нет, подожди, вот сейчас, кстати, про то говорят, вы там пропагандируете что-то, так мы наоборот сейчас заманили 350 тысяч человек за всей Россию. Я давно про это говорил. И сейчас это к спорту приучать. Сейчас будем к спорту приучать всех. Ребята, пить вредно, не пейте. Синька чмо. Синька чмо. ЗОЖ. Слушай, а ты кавказец сам? Я сам армянин. Армянин, да? Ну, я с шести лет, получается, в России живую школу закончил, все, что институт, универ, все, что местный спорт. Нет, я говорю, что я написал в контакте сразу, что наконец-то нашел, сегодня нашел тренера по боям без правил, все как положено, тренер кавказец. С бородой. С бородой, со сломанным ухом. А ты сам чем занимался? Начинал я с кикушинкай, карате, потом познакомился с замечательным тренером, сейчас, конечно, его нету, соц Александр Иванович. Красноярец? Долгое время занимался кикбоксингом, царство имя небесное, был отличный тренер, после него, конечно, была такая жизненная перестройка, чем заниматься дальше. Ну, грэплинг, боевой самбо, копашный бой, выступал где угодно, где звали. Ну, и что, боевые правила участвовал? Участвовал. А как тренер реализовывался? А как тренер, да, конечно, у меня очень громадное количество учеников, которые за полгода у меня выиграли два чемпионата края за полгода. Ну, а такие были вот с этими кузаками? С рюкзаками? С рюкзаками, да, конечно, сейчас у меня занимается, вечерами приходят, хирург, пластический хирург. Я думал, этот хирург, который мотоциклист, байкер. Нет, пластическими хирургами у меня занимается, вот. Вешает, я скажу вам, вешал 132 килограмма. А рост такой? А рост, ну, где-то как у вас, да, примерно. И сейчас, ну, месяц прошел, скинул 8 килограммов. Но я не жалею, как бы, я видел, что ему было тяжело, не жалею, заставлял его. А вообще он раньше ничем не занимался? Раньше ничем не занимался, только помогал людям, оперировал, лечил, все, больше ничего. И после каждой операции отмечал это дело. Кондикон. Да. Сейчас все делаем. Сейчас, смотрите, вот сейчас мы начинаем ручки разминать и делаем. Покажу вам упражнение с пленами, скручиванием пленами. Вот это упражнение очень сильно разрабатывает плечевой сустав, поможет вам бить ручками скоростнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, вот я через два месяца. А это я через два месяца. Тенпо. Сейчас что дальше у нас? Сейчас у нас упражнение на ноги, пока руки чуть восстановятся, потом дальше, конечно, мы перейдем к рукам опять. Вот, сейчас будут вас прогонять на выносливости, чтобы вы продышались, вот таких, чтобы отдышек у вас не было. Вот, соответственно, вам нужно менять вот ваш, ваш образ жизни. То, что вы там ели сладкое, соленое, алкоголь где-то, может, употребляли. Да не может быть. Да не может быть. Может быть не употребляли? Всё вот это отбрасываем, всё, вот я не знаю, туда где закрываем, ключик выкидываем, а дальше уже начинаем тренироваться уже по полу, готовиться к нашим двоям. Сейчас на ноги какой бы упражнение? Сейчас будет упражнение, смотрите, лёгкое упражнение, приседание, оно должно быть приседать правильно, чтобы вы не повредили коленочки, самое главное, чтобы у вас низки не вылетали, какие-то самые связки вы не порвали, это очень важно. Вот, соответственно, вам нужно закачать ножки. Вот, смотрите, что делать. Ребята, я не буду камеру держать, потому что я его боюсь и уроню. У меня что, у меня же раньше отдышка была при ходьбе, а сейчас я думаю, её при беге не будет. Или из нескольких тренировок. Ребята, угадайте, кто здесь лежал, отдыхал после упражнения. Пока Михалыч блюёт, давай, расскажи, что будет дальше. Сейчас мы сделаем с вами разножку. Вот, разножка будет заключаться, вот, первый подход сделаем с вами 20 раз, больше не будем делать. Вот, скажу вам, что, конечно, я всегда сравниваю, когда спортсмена, чтобы был стимул заниматься. Вот, у меня девушка, когда она занималась, Лера зовут, они сделали разножку с Ильёй, сделали 500 раз. 500 раз. Разножка заключается в том, что из 15 разножка, её ещё называют ножницами. Руки за голову, позвоночники, поясницы держать прямо, спину также, тоже самое. Делаем такую разножку. То есть, касаться задним коленом пола, да? Да, задним коленом, касаться пола. Нам пока 20 раз, да? Да, 20 раз. Лена там или Лера? Лера, Лера звали её 500 раз. Мы пока с Лерой себя сравнивать не будем. Да, 500 раз сделала. Девушка, она боец, тренируется тоже, Паша пришла ко мне там. Что, проблевался? Или просто ломался? Проблевался. Блевал прямо? Фига себе. Вот, вот что называется, до блевотины. А я сейчас, наверное, затренируюсь до усера. Ребята, только что Георг сказал, что мы будем питаться спортивным питанием. Так что, есть кто, у кого магазин спортивного питания, заказывайте рекламу. У меня, Георг, когда шея появится? Через сколько месяцев, говорят? Михалыч, где твоя шея? Это что, это для борца самое лучшее, когда шеи нет. Тебя на удушающее никто взять не сможет, Михалыч. Вам нужно двигаться вперед. Сейчас. Мы смотрите, что делать. Левая нога впереди, правая сзади. Все, ребята, сколько по времени тренировка была? Ну, если отбрасывать весь отдых, то полтора часа. Сейчас вам помыться, переодеться, вот, и заполнять себя жидкость. Прийти домой... Ну, не пиво. Да, ну, не пиво. Стараться в течение вот этих всех вот периодов тренировок, как, бросить всю плохую пищу. Никаких ростиксов, бутербродов, никого... Ну, вот сейчас вот на обед что? Сейчас вам поесть супчика, можно куриного бульона поесть. Рис поесть, вот, с овощами. А мясо, саму грудку из бульона есть? Да. Ну, она должна быть, как бы, желательно, чтобы она была вареная, да, все. Ну, которая в бульоне варилась, да? Да, да, да. Это нужно. А если там еще огур, там рис какой-нибудь еще... Я не помню, вот, жена какой-то суп готовила? Ну, рис, как бы, отдельно его лучше есть. Чтобы... Отдельно, да. Потом салат овощной какой-нибудь, ну, в течение... Ну, где-то вам 100 граммов хватит. Вот, 100 граммов. Вот. Залить его никаким майонезом, никакими там соусами, а просто оливковым либо растительным маслом. Этого достаточно. Один-два кусочка хлеба... Ну, сметанку ты грил, можно, да? Да, легкий процесс. Через месяц. Сейчас не нужно вот эту всю жирную пищу попререгать. Вот. А на ночь поесть, там, ну, перед сном, можно, я не знаю. Можно поесть рыбу вареную, ну, или на пару. Вот. Творога поесть, там, граммов 50. Вот. Когда я выступал, бился, у меня были листы в формате А4. Вот я расписывал, они у меня были вот так на двери. Вот я знал, что у меня, к примеру, 8 часов, там, 7 часов завтра. Столько-то столько поесть, там. Через какое-то время тренировка была. После тренировки возвращался, там, на институт. Обед. Надо поесть. А ты нам так же потом напишешь? Да, без проблем. Я, когда второй раз вливать проходил, я уже ничего не слышал. Я смотрю, ноги ставятся, что к чему. Ребята, два, два, что за тренировку. Вливал? Да. Ну, хоть не обдрестался, надо. Это ты сейчас после тренировки? Да нет, что-то не тянет. Ты сейчас сдерживаешь себя еще. Думаю, придешь и останешься. Так, сейчас у нас во вторник, ой. Сегодня вторник, в четверг, да? В четверг, да. А вот, ну, я, например, вот пока тренируюсь, могу там, например, в спортзал ходить, просто. Ну, пока отдохнуть. Сейчас пока отдохнуть. Ты куда-то еще на карте? Да абонемент пропадает. Тебе уже блевать нечем будет. Ну, и пускай пропадет абонемент. Через какое-то время я вам скажу. Ну, то есть, ну, завтра можно пробежку сделать легкую? Легкую, очень легкую. Даже так, в виде ходьбы там. Ну, все, спасибо. Все, давайте. Да, да. Слушай, да я сейчас, я с Симоновой глазами не смекулю. Пошли, здесь нельзя эту фамилию произносить. Ну, ладно. Либо хорошо, либо никак тебе же говорили. Пошли мне спинку потрешь. Ребята, самое главное, мы забыли взвешиться на первой тренировке. Ну, вот сейчас, в принципе, облегченные. Майка в трусах. На, держи. На, держи с этой стороны обойтись. Сколько? 135,05. Ну, больше 135 килограмм, будем так считать. Шилов 135 килограмм. Пантелейхин. 135 килограмм. Здорово. Привет. Ребята, если не помните, то это тот самый Децл из Литонпарка. Боб Марли бы, меня понизили. Ну, или Боб Марли. Я сейчас, короче, он расплелся, а я стою в душевой кабине. Мойся, я через душевую кабину. Так лица не видно. Такая прическа. Думаю, что за хищник зашел. С филем сожнобилом Шварценеггером. Ты живешь, да, здесь рядом? Живу здесь рядом. Витясян Георг. Мастер спорта по гикбоксингу. Трехкратный чемпион Красноярского края. Двухкратный президент чемпионата Сибири. А я тренера нашел противника нашел. Ну, мне кажется, даже если она тренировать будет. Она по ООН в этой, да? В ОМОНовской форме. А это же вот девушка в ОМОНовской форме. Это же вот она, да? Да. Ну, и в этой форме лучше идет, чем в ОМОНовской. В общем, сейчас мы с Георгом поговорили. Кто хочет заниматься вместе с нами в группе. Возможно, группу собрать. Кто хочет без нас, без разницы. То есть, ссылка на страницу Георга в описании. У нас следующая тренировка в четверг в 9.30 утра. То есть, все пишите, Георг, не пишите, что в любом случае вы от нас, тогда будет стоимость вам за одного занятия всего лишь стоит. То есть, там что-то у Георга дороже, я так понял. Ну да. Если напишите, что от нас 300 рублей занятия, то давайте. Кто вот хочет набрать физическую форму тоже. Да, или выносливость. Да, или выносливость. Да, или выносливость. То есть, а один не решается. Так что, давайте присоединяйтесь к нам. Раньше бухали вместе, теперь будем заниматься вместе. Да. Все, ссылка на страницу Георга в описании. Пишите ему. Давайте соберем группу человек 10, да? Ну конечно, веселее, здорово будет. Ну. И поймете, что мы тут не халявим. Да. Не, ну кто по утрам не может заниматься, ребят, те все равно пишите Георгу. Тоже собирайтесь в группу. Георг вас соберет в группу. Вы все скажете, мы все подписчики Рэдисона. И вам в любом случае будет веселее заниматься. Вы вечером сможете после работы к нему приезжать. А после тренировки будем бухать. Ха-ха-ха. Нет, а в октябре уже забухаем. Ну, в октябре, в декабре, в Новый год. Да. Ну все, ребят, в такси, да? Да. Все, ребят, ну короче, мы домой. Так что ждите следующих ЗОЖовских выпусков. Да. Все, теперь хорай бухать. Да, все организационные вопросы. Переходите на канал Руслан Туланашвили. Ссылка в описании. То есть, организационные вопросы в плане боя. Он промоутер этого боя. Что он там будет делать. Он все это будет снимать. Все показывает встречи с Симоновым. Он там будет показывать. Не называй этого человека. Да. Нет, я же хорошо. Встречи с Сергеем Евгеньевичем. Да. Что еще? И этот сезон называется так. Порхай как бабочка. Жаль как оса. Да. И на канале Михайловича тоже там все эти терки с Симоновым тоже будут продолжаться. Там все говно как обычно. Да. Все, ребят, до новых встреч. Физкульт привет. Физкульт привет. Физкульт привет. Всем пока. Продолжение следует...